всем привет моя лего коллекция пополнилась новым набором весны 2023 года и это долгожданный ford gt синего цвета с белыми полосками и без огромного количества безумных наклеек почему без наклеек да потому что эта модель копирует дорожную версию машины они гоночно-трековые вариант однако изначально ford gt создавался как гоночный автомобиль поэтому даже дорожный вариант имеет специфические черты спорткара кстати в моем предыдущем видео я рассказал полную историю культового автомобиля ford gt который начинается аж с 1963 года посмотрите это видео если еще не видели ну а краткую историю этой легендарной машины вы можете прочитать в инструкции инструкция кстати выполнена великолепно в ней имеется большой разворот показывающий оригинальный ford и его лего копию также имеется разворот показывающий наиболее интересные моменты детализации техник модели ну а также приводятся некоторые факты про ford gt 2022 года а почему 22 года спросите вы да потому что в конце 2022 года компания ford анонсировала прекращение производства легендарного ford gt и что увековечить память о последнем gt лего и выпустила этот уникальный набор указав название год модели 2022 ford gt а вот так набор состоит из 1466 деталей из которых строится машина длиной 39 сантиметров это всего на 8 сантиметров длиннее болида а какая огромная разница игрушечный ford соответствует масштабу 1 к 12 и копийных машин такого масштаба в линейке лего я не припомню естественно мы захотим сравнить ford с гоночным porsche 911 и ferrari 488 но эти машины имеют больший размер и масштаб 1 к 10 по размеру длина ford практически равна длине dodge charger но он меньшего масштаба 1 к 13 а вот масштаб 1 к 12 нам еще не встречался так что имейте это в виду как я слышал на таком масштабе настояла компания ford но лучше всего об этом спросить дизайнера милана чё имя кстати лего умудрилась неправильно написать да еще и крупными буквами фамилия милана рейндл что оканчивается на l а не на i ну да ладно ford занимает золотую средину между небольшими машинами типа джип франглер бугатти болид макларенс сена chevrolet corvette но и прочие шушерей с одной стороны и огромными машинами масштаба 1 к 8 такими как ferrari лаборгини porsche и bugatti chiron с другой стороны так что ford gt можно смело отнести к машинам среднего масштаба в наборе нет моторов поэтому мы будем сами катать рулить открывать двери и собственно любоваться внешним видом этой красивой машины набор однозначно будет полочным так как пустить такую красоту на детали сможет не каждый из нас в этом видео я расскажу про 10 так называемых функций этого автомобиля который я собственно вычитал в описании к модели на сайте лего на выводе я попробую добавить от себя тяну если конечно будет чем дополнить итак поехали и прежде чем приступить к обзору функций надо открыть коробку посмотреть что внутри затем достать лего коробку и открыть ее полистать инструкцию поискать новые и интересные детали ну поиграть с колесами а затем собственно начать собирать машину останавливаясь на интересных моментах сборки и так начнем обзор функций с наименее интересных на десятом месте речь пойдет про открывающийся капот но функция так себе зачем она нужна если двигатель у нас все равно сзади а тут мы только можем разглядеть шестеренки рулевого управления что принципе не так уж и плохо капот как и на bugatti болит дырявый но к удаче лего именно такой капот и имеет оригинальный спортивный автомобиль а вот девятая функция как раз и позволяет нам открыть заднюю крышку чтобы получить доступ к двигателю сама эта задняя часть имеет очень интересную форму такую прозрачную но все как на реальном форде замечательно восьмая функция это открывающиеся двери и здесь надо дать должное реализована эта функция на отлично сами двери имеют сложную структуру и собирать их было достаточно интересно двери открываются и закрываются без проблем и напоминают двери оригинального автомобиля вам обязательно понравится следующая седьмая функция это поворот передних колес но без этой функции представить линейку техник невозможно поворачивать колесами можно с помощью шестеренки на крыше а если вы планируете поставить форт на полку то эту шестеренку можно отсоединить в салоне имеется большой черный руль которым рулить не получится он не связан с системой руления а жаль зато на руле находится круглая наклейка с логотипом gt шестая функция это задний привод с дифференциалом раз есть функция поворота колес то должен быть и дифференциал в задней оси однако как мы видели в обзоре на bugatti болид возможность поворота не гарантирует наличие дифференциала но в отличие от болида ford имеет больший масштаб ну и соответственно больше места для размещения дифференциала и действительно в этом наборе все нормально установлен дифференциал от которого приводится в движение поршни двигателя а это уже следующая пятая функция нашего форда работающий двигатель v6 с прозрачными головками цилиндров который приводится в действие с помощью задних колес выглядит это безумно красиво особенно с дополнительными систем с элементами сверху нашего двигателя а почему на таком мощном гоночном автомобиле у которого 660 лошадиных сил и максимальная скорость в 348 километров в час поршнее только 6 ответ в моем видео про историю gt посмотрев то видео вы узнаете что до 2016 года ford gt имел двигатель v8 а затем перешел на трех с половиной литровый двигатель v6 многие компоненты которого были позаимствованы из ford raptor f-150 вот так на четвертом месте расположилась действительно уникальная функция это выдвижной рабочий задний спойлер механизм простой и приводится в действие с помощью рычага в салоне автомобиля добраться до рычага достаточно сложно но зато когда вы доперетесь до этого рычага то воистину насладитесь работой этого механизма кроме того вы можете менять угол наклона заднего спойлера но только вручную собственно как и на гоночном болиде макларен f1 42 141 но вы же помните систему DRS а знаете ли вы что в гоночной версии ford gt спойлер фиксированный и достаточно большой а в дорожной версии этот спойлер выдвижной что собственно отлично и реализовано в нашей лего модели но теперь перейдем к призовым местам на третьем месте расположилась независимая подвеска на все колеса в которой используются жесткие амортизаторы в новом черном цвете эти амортизаторы уже попадались мир ранее в мотоцикле бэтмена ход подвески здесь небольшой и дорожный просвет достаточно низкий ну что собственно реалистично для гоночного автомобиля однако лего подвеска значительно отличается от подвески реального ford gt там в оригинальном ford gt используется push-road suspension design но эта система подвески с толкателями которая перемещает основные компоненты подвески внутрь что обеспечивает пространство для больших аридонимических элементов в кузове автомобиля ну собственно нечто похожее на подвеску того же maclaren а или любой формулы из линейки лего техник любой большой формулы в любом случае подвеска спрятана внутри кузова автомобиля и в принципе не важно какая она там сзади используются сборные ступицы на балках а спереди оси тормозные диски и рулевой рычаг с тремя фаркопами ну а какая же подвеска без колес автомобиль комплектуется четырьмя одинаковыми шинами размером 56 на 28 ztr street собственно такие же шины используются и на dodge charger вторая функция это удивительное внимание к деталям удалось ли лего скопировать внешний вид и функциональность легендарного ford а мне кажется что да особенно благодаря куче новых панелей которые выпущены к 2023 году и действительно мне всегда нравилась линейка автомобилей из серии creator однако такие машины достаточно хрупкие детали обычно уникальные для каждой модели и вообще предназначение этих машин быть на полке и и вот как мне кажется линейка техник стала развиваться в этом направлении ну то есть машины становятся более детализированными снаружи однако внутри это по-прежнему старый добрый техник с рулением дифференциалом открывающимся и выдвигающимся элементами и вообще с техник можно играть не опасаясь за хрупкость модели но не для всех моделей конечно ну и конечно же любой набор из серии техники является прекрасным ресурсником который послужит многим для реализации ваших инженерных и дизайнерских фантазий но вернемся к детализации но по детализации давайте поговорим про собственно детали и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok И среди деталей этого набора давайте начнем с фар Это совершенно новая изогнутая панель 5х3х2, ну четверть эллипса Выполнена в прозрачном пластике с принтами Похожая панель, но в желтом цвете встречается в новом самолете 42-152 Однако, наша прозрачная деталь достаточно специфическая И я не уверен, что она легко найдет применение в будущих наборах LEGO Ну чего не скажешь про ваши самоделки Ну в любом случае поживем увидим На любом автомобиле фары это один из ключевых элементов дизайна Это по сути уникальные черты лица автомобиля И вот, сравнивая реальный автомобиль и LEGO автомобиль Вы по-прежнему думаете, что LEGO фары похожи на оригинал? Ну конечно же нет Но это не повод расстраиваться На LEGO варианте фары смотрятся все равно великолепно А вот задние фары выполнены просто и практически со стопроцентным сходством с оригиналом Ну а на первом месте речь пойдет про культовый внешний вид автомобиля Это конечно же не функция в привычном нашем понимании Но все-таки я считаю это важным И тут, как мне кажется, LEGO угадала с выбором машины для своего набора И набор будет популярным Особенно среди фанатов Ford, любителей гонок и дорогих машин Особенно для жителей США Где Ford ассоциируется с патриотизмом, конвейером и гонками Ну, такой бренд с легендарной историей Более 100 лет Ford Ох, очень старая компания Ну да ладно А любители техники... Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А любители техник найдут в этом наборе очень много деталей Особенно панелей в новом темно-синим цвете Ну если же конечно они вам нужны Так какой же будет вывод? Это очень короткий Это культовый автомобиль, который должен занять место на вашей полке Он точно займет место на моей полке И вот, когда я уже смонтировал это видео Я обратил внимание на что-то необычное Что в принципе может быть одной из скрытых функций этого набора Смотрите, среди деталей набора есть светящаяся в темноте белая палочка Ну или световой меч, он же Жезл Длиной 4L Во всех обзорах, которые я смотрел, никто не знает, в чем ее смысл И действительно, размещается эта палочка в основании механизма подъема спойлера И спрятана глубоко внутри корпуса При опущенном спойлере даже нет намека на существование этой детали Да в принципе и при поднятом спойлере эта палочка не особо бросается в глаза Но все меняется, когда при поднятом спойлере мы выключим свет И заглянем в выхлопные трубы А там нас ждет зеленоватое свечение В реальной жизни при поднятом спойлере машина переходит в спортивный режим С большими оборотами двигателя И вполне возможно, что выхлопные газы тоже приобретают необычный окрас Но кто знает Ну а мы-то теперь знаем назначение светящейся детали в хвостовой части нашего форда И если вы досмотрели до этого момента То, скорее всего, вам понравилось это видео Так что не поленитесь и поставьте лайк А также подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали А я с вами прощаюсь Спасибо за просмотр Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok